Всем привет! Это Суперквиз и он посвящен чудесам Ветхого Завета. Правила очень простые. Мы зададим ровно 5 вопросов. Столько же, сколько пальцев на руке. Чтобы оценивать результат, пальцы можно загибать. Ответишь правильно, загибаешь палец. Ошибешься, значит не загибаешь. Мы будем сами засекать время и в конце огласим результаты. Кстати, в наш квиз намного интереснее играть группой, если у вас, конечно, есть такая возможность. Итак, пристегнитесь, мы начинаем! Сколько раз Нейман должен был окунуться в реке Иордан для исцеления? Подсказка. Это число часто упоминается в Библии, в природе и даже в народных сказках. Ответ. Нейман окунулся в реку Иордан 7 раз. И это дало ему исцеление от страшной проказы. Конечно, это не просто целительное свойство воды. Это действие Бога через акт веры. Скольких человек бросили в печь при царе Новохудоносоре? Эти люди не отступили от Бога, и печь была страшным наказанием. Ответ. В печь бросили трех смельчаков. Удивительно, но они выжили, несмотря на аномально сильный жар. Огонь их не повредил, даже запаха не оставил. Им помог Бог, который присутствовал в этой печи с ними. Сколько дней Иона просидел внутри кита? Подсказка. Такое же время прошло прежде, чем Христос воскрес. Ответ. Три дня. И сам факт, что пророк выжил, это великое чудо. Эта огромная рыба была инструментом Бога, чтобы направить Иону на нужный путь. И также кит в этой истории является транспортом. Как Бог остановил строение Вавилонской башни? Может, он бросил метеорит или использовал цунами? Ответ. Бог перемешал языки. И люди, не в состоянии договориться, не смогли продолжить проект. И финальный особый вопрос. Кто смог растолковать сон Нава худоносора? Варианты. Иосиф, Сидрах, Ной, Даниил. Еще раз. Значение сна объяснил Иосиф, Сидрах, Ной или Даниил. Ответ. Даниил. Царь увидел очень шокирующий сон. И по пробуждению требовал, чтобы придворные сновидцы, не зная сюжет, объяснили его значение. Нава худоносор даже грозил казнью всем, кто за это отвечал. И в этой истории всех спас Даниил. Он обозначил, что все тайны известны Богу. И Бог помог рассказать, что именно приснилось царю. И также подробное значение ночного видения. Вот и все. Каким бы ни был результат, ты дошел до конца. Итак, подведем итоги. На экране ты видишь звания относительно загнутых тобою пальцев. Стажер, ученик, суперученик, мастер и супермастер. От имени Суперкниги мы поздравляем тебя с достигнутым результатом. В любом случае надеемся, что ты сегодня узнал что-то новое. Набрал не так много, как ты хотел? Не расстраивайся, все еще впереди. Набрал большую цифру? Постарайся не возгордиться. А мы напоминаем, что ты можешь подписаться, поставить лайк. А еще посмотреть здесь другие видео. На канале много интересного. С вами была Суперкнига. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!